Мир вам, Агнат Тихонович! Можете, Агнат Тихонович? Да, я сразу скажу вам, как всегда, у нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Вы меня слышите? Вам не слышно? Не слышно, да? Замкнуло что-то. Я не знаю. Ну, снова зайдите. Это у вас, слава Божья, пусть будут все эти слова сказаны. У нас записывается все, в интернет выставляется. Вы не против? Нет, я даже рад, что они во славу Божию пойдут. Хорошо, давайте, я слушаю вас. Говорите, пожалуйста. У вас, святого. Спросите, что вот, как ваш трудовой путь, как вы прошли вот с самого рождения, ну, чем занимались, как трудились вообще своими руками там? Я вам, как кончим говорить, я скину сразу книгу, и в ней все написано. Для слова Божья нет уз. Прямо сразу не отходите, я ее кину вам, ссылку, а вы ее дальше откроете, и дальше оглавления идут. И по оглавлению любой нажимаете, и сразу открывается, и по порядку считаете. Угу. Ну, в принципе, и был такой вопрос, как бы. Ну, вот я его же вам ответил. У вас уже сейчас 9 часов, полдесятого? Да, пожалуй, все действительно так. Надо, кажется, отходить. А как вы не подскажете, как вот, еще такие вопросы, как вот избежать блуда? Да как избежать-то? Не лезьте, куда не надо, я избежал. Ну, вот, например, уже видишь, как бы, вот это вот, в скайпе, в этом, вот этот блуд. Как на него реагировать, как заборы эти ставить? Ну, да никак, прошел мимо, да и все. Да и все. Я вот в щате, в этом рулетке сейчас занимаюсь, только сейчас вот занимался где-то. Ну, творятся-то где-то, а рядом кнопка нажимаешь, она пролетела мимо, и все. А вот на улице, например, бывает у нас такое шоу здесь в городе, когда три девушки танцуют, ну, почти полуголые там. Да к тебе зачем смотреть-то, ты сиди дома, молись, зачем там идти-то, пойди в другую сторону, обойди вокруг. Вот мне говорят, а вот такое панно там, я никогда не вижу. Я еду, голову опустил, молюсь, и все. Это получается, они как, намеренно действуют, да? Не знаю, я раз я не вижу, мне отвечать нечего. На меня не действует никак, я прохожу мимо и не вижу. Вот случай был, там магазин рекламировали. Я туда не захожу, ни в один магазин не захожу. За время перестройки, вот эти магазинчики маленькие, их называют там комками, я ни разу не зашел и не купил ничего. Я не нуждаюсь в этом. Вот у меня просто случай был, вот я шел, три девушки полуголые танцевали. Ну, пускай тут еще сделают что-то. Им нравится это, пусть танцуют. А я бы не заходил и пришел мимо. То есть это не повод, как бы, подойти, да? Такого повода нет, от меня зависит. Я могу отвернуться и пойти в другую сторону. Могу голову опустить вниз, стоять, молиться. Зачем мне там толочь, что у меня времени и так не хватает. А я бы смотрел на них. А что там смотреть-то? Все одно и то же. Надо смотреть, а как вот заборы ставить, вот эти умышления. Да не надо умышления, молитвы считай, молитвы. Потому что занят, а дальше и думать не още. Иди, считай, да воскреснет Бог. Отче наш, верую. Про себя считай, иди, створи молитву-то и проходи мимо. Как картинки, какие представлять. Вот то, что у них там. Вот их тело, да, допустим. Их, ну, они там показывают свое, там, допустим, тело накаченное, да, там. Где-то там вот попы свои виляют. Ну, а внутри-то, когда их в морге разрежут, там воня и зловоня. Бога на это ответил. Смотреть не надо. И все кончилось. А как вот людям-то обещаешься, которые на них смотрят? А людям, да больше, людей ты не убедишь. Где представится возможность, тогда говори о грехах. А если ты можешь говорить, говори. У тебя тут... Ну, как вот, можно им сказать, Бурь, что вот она сейчас показывает свое тело, а вот умрет, в морге ее разрежут, оттуда вонь уже будет. Можно, можно. Там черви идет, все. Да, какие еще можно вот аналогии привести? Какие аналогии? Ищите, говорит, помышляйте о горнем, о нем, о земном. Человек это не свинья под дубом, а орел в небе. Да, вот, то есть они на нее так с вожделением смотрят? То есть сказать можно, там такая же моча, кал, вонь, вот это, да? Не надо говорить моча кал. Не надо говорить. Зачем им говорить это? Они смотрят, посмотрят и уйдут. Золотовусь говорил тогдашним. Упались они. Он обличал это, но не больше, он же за руку никого не тащил. И так понятно, это не надо говорить, еще состоит. Просто сказать, что это временное, ничего не дает. Ищите вечного, невременного. Тут немножко даже внимания заострять. Проходи мимо, не нравится. Ищите вечного, но не временного. То есть они вот в чат-рулетке, вы сейчас сидите в этой, они там попу свою показывают, члены вот эти вот. То есть они, и они вот даже умрут. Как бы там они перед Богом-то даже ничего не сделали такого. Да, вот они показывают свои члены, там, половые органы, там, вот это все. Вот они перед Богом предстанут, им даже вспомнить-то нечего, что они на этой земле-то делали. Один блуд сеяли. Да. Я говорю об этом. Вот в вашей книге, до слова Божьего, нет уст. Я сейчас скажу вам. Все это расписано. Это книга, это срез истории. Что о нас писали, где, как мы еще строили, как у меня суд был, что судья говорил, что прокурор. Все записано. Я хочу начитать ее. А? Начитать хочу ее, начитать. Ну, начитайте. Вот она в ваших руках будет, по порядку. По бумажному варианте заказать, но вы говорите, вы по одной книге не высылаете. Нет, не высылаю. У меня нехало на почту ходить. Одна книга, это с ней идти, стоят в очереди, дальше сдать ее, а человек поработает. Курьер лежит в больнице. Если бывает несколько книг, тогда уже, ну, бывает там, для кого-то нужно послать. А с одной книгой идти, так как еще ради, то я полдня буду терять. Кабы рядом был человек. Вот вы сейчас позвонили ко мне, зашли, я бы вам дал одну. Пожалуйста. А это идти на почту. У вас они в наличии, да? В наличии, конечно. А где они, если я хозяин? Не, ну, может, разбирают быстро там. Ну, как избирают, сколько? Что разбирают, того уже нет. Вот первой книги стихов уже нет. А симфоний на жития совсем немного осталось. Для слова Божья, они у Снета тоже уже к концовке идет. Переиздать невозможно. Я пошел четыре книги переиздать стихов по 800 страниц. Почти два миллиона. Тысячу экземпляров. А вы вот, когда, например, идете по городу и видите флаг российский? Флаг вижу российский, да. Красный, синий, белый? Да. Он вам вдохновение дает какое-то? Нет, он не дает ничего, потому что я знаю. Висит и висит, только делов-то. Только делов-то. А вот красный, это мы в аду родились здесь. Синий, синий мы на небо посмотрели. А белый, это уже, слава Божьей, превыше небес. Это белый престол всемирный. Тут надо знать. Красный, это все рождаются в крови. Мусульмане, буддисты, православные, все одинаковы. И всем нужно думать о вечности, о небе. И дальше великий белый престол. Это должно быть откровение 22.11. Все. Белый престол. На нем сидящий Господь, от лица которого бежали небо и земля, их не стало. Их не стало. Тут вообразить нельзя. Сегодня как раз считалось проповедью Божьей. Как вы считаете, что Господь сейчас делает? Чем сейчас занят Господь? Только сейчас вы звонили, я был в рулетке, я разговаривал с одним человеком. Я выставил сегодня, вчера я выставил из этой щадрулетки четыре ролика. Четыре. Сегодня выставил уже один. У меня такой вопрос. Чем сейчас занят Господь на небесах? Не знаю. Не было у него в гостях пока. Меня он не призывал еще. Какую-то работу делает, да? Не знаю. Я не видел. А где он сейчас находится? В каком месте? Тоже не знаю. В отсюда и где. Во Вселенной нет того места, где нет Бога. И в преисподней, и за миллиарды световых лет. Это понятно. А вот непосредственно личность, Иисус, где вот он? Он говорит, я ухожу, чтобы вам... Другое дело. Вы спросили вопрос о Боге, а теперь Иисус. Вы конкретизируете, что? А об Иисусе – это определенное место. Да, Сын Божий. Не знаю. Он говорит, я тут приготовить вам место. А вот скиния, скиния собрание, она в небесах сейчас, или уже как потеряла актуальность она? О, что за собрание? Ну, скиния, скиния. По образу небесного, как вот Бог спроекцировал на землю. А может, это небо, где находятся праведники, об этом задумываются. Об этом задумываются. У престола Божьего праведники. Да. Так нам попадается. А святое от святых осталось? Да. Да. И так же, как, Дух Святой, да? Да. Да. Здесь семисвечник, да? Ну, как написано. Ну, как написано. Ну, как, сначала жертвенник был. Сначала жертвенник был, а теперь крест. Да, а дальше? Ну, и все. Это вечная любовь. И это никогда не кончится. А с умывальником что стало? Какой умывальник? Ну, сначала жертвенник шел, потом умывальник. Какой умывальник? Да какой? Умывальников несколько было. Один назывался Медное море на 12 валах. А о каком спрашиваете? А когда в Ветхом Завете жертву приносили, сразу же омывали руки в этом умывальнике? Ну, это... Что бы... Называется Мико по-еврейски. Вот так. Да. Все, вопросов нет больше? А то я отхожу. У меня время сейчас заниматься надо. Да. Вы сами не звоните никогда, а только если нужно, ну, там, через месяц. Напишите здесь, а я посмотрю, имею время или нет, отвечу или нет. Все тогда. Я сейчас вам скину, для слов божьего нету. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...